Добрый день, дорогие друзья! Я продолжаю обсуждение тему фундамента, а в частности, сегодня мы поговорим о ленточном фундаменте, а именно армировании ленточного фундамента, как правильно это делать, что следует учитывать. На основании книги электронный фундамент надежный и прочный, болот Амурзаков. Мы в прошлый раз обсуждали уже некоторые вопросы из этой книги. Хотелось продолжить, поговорить уже о разновидности фундамента, а именно ленточный фундамент. Существует три вида ленточных фундамента. Это незаглубленный, когда ставится непосредственно на землю опалубкой и заливается. Мелкозаглубленный, это когда на 20-70 см мы погружаемся в землю. И заглубленный, когда мы углубляемся в землю ниже точки промерзания. Вот как раз на картинке это хорошо видно. Вот это все я использую материал из этой книги. Так что, кому если будет интересно, можете обратиться под видео, я ссылочку оставлю. Вот, это все мы разновидности фундамента. А теперь поговорим об армировании. Как правильно производить армирование фундамента. Ну, обычный вот для каркасных домов идет фундамент 40 на 40. То есть, в таком случае сечение каркаса идет 30 на 30, как здесь на иллюстрации видно. То есть, мы по 5 см отступаем от стенок и происходит вот этот основной каркас, 4 жилы, вот, которые обвязываются уже вспомогательной проволокой, которая может быть диаметром от 6 до 8 мм. Это может быть из любой металлической проволоки изготавливаться. Вот как здесь на иллюстрации дальше видно. Вот так вот она выглядит, эта проволока. То есть, это не обязательно из той же арматуры делать. В принципе, с такой проволоки хорошо гнуть вот как раз вот эти ребра, чтобы получился четырехугольник. Вот. То есть, вот как здесь хорошо видно, эти ребра изготавливаются таким образом. Сразу делаются на весь объем фундамента. Точнее, ну, армирование. Получается, от 30 до 50 см идет шаг в зависимости от силовой нагрузки. Вот. И еще здесь такой момент. То есть, мы должны что учитывать? Если у нас, вот как здесь хорошо видно, три разновидности фундамента. Мелкозаглубленный, незаглубленный и ниже точки промерзания, заглубленный фундамент. Вот. Здесь следует учитывать, везде идут две жилы у нас, незаглубленный и мелкозаглубленный. А где идет заглубленный фундамент, там идет три жилы. То есть, как мы можем, как мы учитываем, когда нужно еще одну жилу третьего промускать. Вот. То есть, когда не больше 80 см, тогда мы не делаем третью жилу. То есть, вот как здесь вот у нас. До 70 см у нас две жилы идут. Вот. Когда у нас идет заглубленный фундамент, там мы прокидываем уже третью жилу. В данном случае метр сорок здесь на иллюстрации. То есть, третья жила у нас идет по центру. Вот. В принципе, еще такой небольшой совет. Вот здесь приведен. Что нужно, конечно же, вязальной проволокой соединять арматуру. Вот. Потому что, когда мы, то есть, варим, то ослабляется арматура. И в этом месте может она сломаться в дальнейшем. И также нужно снизу не забывать, учитывать, что также 5 см должен быть отступ от каркаса арматуры, чтобы заливался туда бетон, чтобы все качественно пролилось. Вот. И чтобы провисаний не было, на 3-4 секции вертикальных вот этих обвязок из проволоки нужно подкладывать либо камень, либо щебенку, как раз чтобы сделать этот зазор. Вот. Чтобы не получилось вот таких провисаний. Вот, в принципе, все, что хотел сказать по армированию фундамента. Небольшая информация такая. Дальше поговорим о том, как соединять арматуру. В следующем видео хотел обсудить такие вопросы. Кому интересно, я ссылочку оставлю. Можете сами ознакомиться. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч.